Продолжение следует... То есть мы не делаем это полностью за счет бюджета Тульской области. Но нам очень важно, чтобы каждый человек знал, куда он потенциально может пойти работать. Чтобы за 3,5 года обучения была практика, может быть какие-то стипендии будут установлены, работодательные, возможности строительства квартирного пилого дома со встроенными помещениями по улице Вересаева. Продолжение следует... Заявленного объекта на данном участке, но при условии первоначального разработки и утверждения документации по планировке территории данной застройки. Связано это с принятием и вступлением в силу генерального плана города Героя Туль. Мы поставили 7-этажное здание, но хочу, чтобы вы еще рассмотрели проект 9-этажного здания, который позволит уменьшить площадь пятно-пятно застройки. Этим самым добавить больше зеленых зон, парковок, детских площадок. 9-этажное здание, правильно? Да. То есть у нас возражений нет. Значит, а что выберут уже на публичном слушании 7 или 9, это уже вопрос выбора жителей, правильно? Когда было завершение контракта? Данное заключение разрешения на строительство было выдано до 31 декабря прошедшего года. Да, понятно. То есть у вас ДДУ с жителями до какой даты заключены? Вы когда должны по ДДУ предоставить жилье жителям? Мы должны предоставить во втором квартале, если не изменяет память 2015 года. То есть пока у вас просрочки перед жителями нет, да? Нет, у нас просрочки нет. Так что все? Нет, справка, пожалуйста. Владимир Сергеевич, по этим домам, по этим домам как раз-таки нет у вас. Потому что у нас еще, кроме остальных корпусов, у нас еще есть проект «Новая Тула», в котором у нас СУ-155 активно принимает участие. Нам очень важно, чтобы этот проект был реализован, потому что у нас много жителей уже хотят переезжать. И здесь очень важно, чтобы жители тоже понимали положение, в котором мы находимся, и чтобы компания тоже брала на себя четкие, понятные сроки и ответственность. Давайте так, я с учетом, Добаш, когда у них по ДДУ срок... Я отвечу, у них в ДДУ написано, плановый срок получения разрешения на ввод эксплуатации 31 декабря, срок передачи 4 месяца, то есть до 30 апреля. Ну хорошо, давайте мы до 30 апреля и разрешение строительства и дадим. Вот давайте так, точно это? Да, абсолютно. Я предлагаю принять решение по этим двум корпусам, увеличить срок ввода в эксплуатацию до той даты, которая установлена в договорах долевого участия с жителями Тульской области. Нет вопросов? Коллеги, поддерживаете? Не больше, не больше. Новая серия, да, она уже соответствует всем требованиям и по энергоэффективности, и по пожарным безопасностям, и по доступам инвалидов. Значит, поэтому эта серия будет реализована. Значит, то, что касается компенсации, люди действительно могут получить ее за то, чтобы не своевременно передаем вам квартиры. Какое лицо планируется разместить на центральном участке, с положенным в районе дома номер один по центральному периоду, в количестве 12. Добавь, пожалуйста. У нас здесь фасады старых зданий, помните, да, историческую застройку. Там они у нас трех-четырехэтажные. Это здание, это бывшие, я не знаю, пивнушки. Живот за спидок замушил. Нет, это каблучок. Вот, смотрите, вот он. Соответственно, конечно, и дальше за ним, вот если сверху, посмотрите, стоят здания, а сни оставьте, стоят здания октавы, которые, да, вот такие, полуброшенные октавы. Там больше хлеб-завод. Да, 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 и они такие полуброшенные. Мы, конечно, если здесь пойдем на разрешение, мы, конечно, вот этот вот неприглядный вид, мы его, конечно, закроем. Вот его отсюда не видно, а там они как раз... И у нас в целом архитектурно завершают... Вот они, вот, посмотрите, видите, коллеги, вот. Архитектурно у нас получается, центральная улица города, она как бы получается завершенная. А есть фотомонтаж, фотомонтаж, просто сделайте вот так. Покажите. Пожалуйста, они в любом случае будут делать паспорта фасадов, и в рамках паспорта фасада им обязательно нужно будет предусмотреть подсветку. Во-первых, это ночное освещение и, соответственно, праздничное. Два типа подсветки, стандартные и праздничные. Соглашаемся? Согласились. Спасибо, успехов вам. Спасибо. 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 Спасибо.